Есть ли выражение из книги, которое очень сильно запало в памяти? Мир для терпеливых людей. Кого из блогеров вы знаете? Никого. Вы вообще знаете, кто такие блогеры? Блогеры знают. Я понятие «знаете» воспринимаю как личное знакомство. Многих мы видим. Наверное, рассуждать, кто из них реальный блогер, нереальный блогер, мне сложно. Потому что я лично не знаком, а личное знакомство нам больше открывает в человеке возможность знать его. Кем мечтали стать в детстве? В детстве я мечтал стать летчиком. А как думаете, нынешние подростки кем хотят быть? С учетом той рекламы, которая идет в телевизорах, минимум из них успешными, это неплохо. Но каждый из них должен понимать, что успех и достижение определенных ценностей, которые им почему-то показывают и считают, что это основные ценности, приходят, когда ты достоинешь азы. Любимая игра в детстве была какая-нибудь? Мы играли в лото, в монополию. Была такая игра, застал. Это из настольных. Я даже в шахматы играл, ездил от школы на соревнования. И мне нравился баскетбол. Я играл в баскетбол в детстве. Как вы думаете, роботы победят человечество? Я думаю, если человечество им помогать не будет, то вряд ли у них это получится. А есть любимое место на карте Морской области? Мне нравится, мне нравится гулять по улицам города Богощинска. Я часто спорю с мэром о том, где должны быть тротуары. С точки зрения урбанистики, город удобный до железнодорожного переезда Калининского. К сожалению, длительный проект «Виадук» не решен, он бы позволил. И, к сожалению, микрорайон и 800-й квартал, они сегодня такие хаотичные и не позволяют многое сделать. И вот вопросы с велосипедным трафиком, который по городу. Проблема же в другом. Те, кто критикуют, они не видят, самое главное, той нормативной базы, в рамках которой работает муниципалитет. Это красные линии, это водоадные канавы, это обязательное наличие газона, стоянка мест возле каждого здания. Но есть некоторые проекты, которые нужно просто локально, адресно подходить, и они тогда становятся достопримечательностью нашего города. Вот здесь мэрии нужно обратить на это внимание. Если это критика с пониманием дела, если это критика с пониманием всей проблематики, ну, то есть в том же числе это с лохом пониманием дела, то почему бы и нет? Ну и, конечно, если еще будут предложения, то им вообще цены не будет. Телевизор или YouTube? С учетом последнего времени YouTube. Чай или кофе? Кофе. Если взять еду, от чего никогда не откажетесь? Сладкое. Мороженое. Фильм, который хочется пересматривать снова и снова? У меня из молодости такой ассоциации, в бой идут одни старики. А вы себя считаете блогером? Нет. Вы не блогером? Я себя считаю губернатором. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok